Здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем с вами прохождение Ведьмак 3, Кровь и Вино Давайте помедицируем И дня дождём А нам ремонт сделают И посмотрим, что из этого выйдет Я надеюсь, у нас поместье будет денежку какую-то приносить Или она только будет жрать из нас деньги Так, по-моему, 3 дня, да? Угу Как не при каком рыцаре бестия А у него шлатная юбка запачкана Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Как идут работы, Варнава, Базиль? О, прекрасно Общий ремонт завершён А ещё я позволил себе установить стойки для вашего оружия и доспехов Если вам захочется выставить их Кроме того, я приготовил места для нескольких новых картин Угу Среди прочего, рабочие при расчистке винного погреба Наткнулись на нечто весьма необычное Мне кажется, в вашей милости стоит взглянуть Ну-ка, ну-ка Если ты так говоришь, пойду посмотрю, что там Так, что ты тут сделал? Ага О-о-о Так, а это что такое? Здесь картина Мечи Ну-ка, давайте повесим картину И наши доспехи и мечи сюда тоже развесим Школа кота и Остальные Так, значит Раз, меч, два Эти доспехи Эти доспехи О-о-о, а почему? А почему я не могу А я-то думаю Можно каким-то красивенький доспехи конечно можно будет вешать туда вот этот доспех пойдемте глянем что они там нашли так интересно за этой стеной что то есть пока посмотрим что такое письмо так я читать не буду на паузе почитаете так открыл форму и создал инструменты транспортировать мутагены то есть я могу из одного лаборатория видно когда ты здесь жил алхимик из одного мутагена в другой делать такого то ли вы можете разложить мутагены из чудовищ на базовые составляющие из призрака в малой земле на мутаге можно улучшить до более сильных версий используя панель алхимии позволяет улучшить умения или создать таки на 2 а мне нафиг это надо сейчас мне по-моему это и надо да у меня тут все есть большой красный мутаген 10 процентов он пока мы не будем ничего трогать пополнение припасов каких-то да отлично давайте винца возьмем мало ли кого встретим отлично слушайте вернемся теперь к нему чё он скажет нам ты знаешь что-нибудь о лаборатории в погребе может кто-то из прежних хозяев интересовался алхимией лаборатория алхимия я об этом ничего не знаю но полагаю для ведьмака это очень интересная находка так и есть она была замурована а оборудование очень старое ее хозяин жил в корвобьянка задолго до твоего появления кто бы то ни был он знал толк в своем деле у него были мензурки и колбы из драконьего стекла перегонные кубы венгерометры простите ваши милости я не очень разбираюсь словом это оборудование прямо игрушка произведение алхимического искусства одно дело готовить эликсиры на костре совсем другое в такой лаборатории никакого сравнения в таком случае я счастлив что вы ее обнаружили так что нам еще мы здесь и правда начинает нравиться продолжим наш ремонт как ты думаешь базили как пожелает ваша милость хотите осмотреть дом или подворье давайте дом че там кто-нибудь если вложить в этот дом немного денег он станет более пригодным для жизни конечно следует воспользоваться случаем и раз уж мы закончили общий ремонт можно подумать о новом ложе или дополнительных стойках для доспехов и оружия кроме того я бы порекомендовал перекрасить стены в гостевой комнате и сменить там мебель полагаю там больше ничего и не потребуется так мне нужна хорошая кровать я вот думаю не купить ли кровать поудобнее прекрасная мысль при вашем роде занятий отдых вопрос чрезвычайно важный скажите и я тут же закажу ложа в мастерской которая поставляет мебель княжескому двору так бонус качкам здоровья о да хорошо закажи мне кровать думаю в моем возрасте уже пора без всяческого сомнения я сей же час отправлю гонца завтра в это же время кровать будет на месте что-нибудь еще что я мог бы для вас сделать зачем не столько для оружия ну-ка мне бы пригодилась еще одна стойка для оружия не есть что выставить я знаю в городе столярную мастерскую где из обычного дерева делают истинные шедевры как только распорядитесь я тут же сделаю заказ так две дополнительные стойки пока не надо я должен это обдумать понимаю как говорила уважаемая госпожа окна белье поспешишь людей насмешишь стойки для доспехов давайте гостевые комнаты я тут думал о комнате для гостей не то чтобы я ждал гостей но о это не имеет значения комната для гостей обязана быть в каждом уважающим себя доме а вдруг кто-то внезапно захочет проведать вашу милость да давайте чем раньше начнем тем лучше сразу видно человека дело я займусь этим лично полагаю через два дня комната будет готова что-нибудь еще что я мог бы для вас сделать так а мы конюшню разве сделали что чуть я не помню давайте вам стойки закажем пригодилась еще одна стойка для оружия не есть что выставить я знаю в городе столярную мастерскую где из обычного дерева делают истинный ладно закажи пару стоек не заранее более полагаю доставка займет и более но и для доспехов данных еще что я мог бы для вас сделать на пути мне встретилась немало прекрасных доспехов тонкой работы некоторые неплохо смотрелись бы в этом доме совершенно верно они придадут интерьеру более ведьмачий характер прикажете заказать стойки да давай убедись что они сделаны на совесть и не рухнут само собой разумеется ваша милость нет ничего хуже прекрасного доспеха на дурной стойки завтра в это же время они уже прибудут в коробок я что-нибудь еще что я мог бы для вас сделать о вот сам займемся по дворе это меня затянул этот ремонт чтобы еще такое отремонтировать блестящая мысль теперь когда общий ремонт завершён почему бы не привести в порядок подворье починить конюшню вернуть было и великолепие саду госпожи булюс да давайте платве макар моя лошадь ты видел мы вместе через многое прошли и раз уж у меня появился настоящий дом и она того заслуживает о хорошая конюшня признак доброго хозяина как только вы распорядитесь я сейчас же велю начать работы бонус к выносливость ложьте отлично плотва заслуживает лучшего надо отремонтировать конюшню я немедленно приступаю к работе наем работников и весь ремонт займут наверное дня два чем еще могу вам служить а чё траву дадут видишь ли иногда мне нужно сварить эликсир а нужные травы не растут поблизости о так ведь старый сад госпожи ними супруги господина булюса прекрасно подходит чтобы выращивать там травы там хватит места даже для кустарников умение сеять травы хорошая мысль разведение редких трав сэкономит мне массу времени не придется их разыскивать это желание вашей милости я лишь скромный исполнитель вашей воли думаю через два дня мы могли бы посеять первые травы чем еще могу вам служить еще все деньги потратим а ну все пока все благодарю давайте подождем опять помедитируем два дня так так блин во дворе школы там музыка орет дети танцуют как идут ремонтные работы я с радостью хочу известить вас об окончании работ теперь ваша милость может в полной мере насладиться всеми благами своей винодельни прошу прощения за дерзость ваша милость но поскольку все работы в корва бьянка успешно завершены и поместье выглядит прекраснее чем когда-либо не пришло ли время отпраздновать до ухара ура и девочки почему бы нет при уборке перед ремонтом я обнаружил бутылку сепремента урожая 1250 года не знаю каким чудом она здесь уцелела но сегодня есть повод ее откупорить и тогда он ринулся в толпу с горящим букетом в руке все решили что это часть представления и только смеялись даже когда вспыхнули декорации и только когда запылала борода барона морковкина кто-то понял что что то не так и стали тушить пожар морковкина похоже балюснины устраивали тут баллы по высшему разряду так оно и было в этом отношении барон росцель был куда сдержанья а скажи ко мне варнава базиль как обстоят дела с вином будем делать вино в этом году в данный момент это к сожалению невозможно прошлой осенью грибок убил всю лозу барон росцель приказал посадить новый виноградник но пройдет время пока он начнет плодоносить если только снова не заболеет жалко это сеплементы просто замечательная правда тогда позволю себе долить вина ваш кубок спасибо суки я думал блин бабки будем рубить развели опять меня были вложить вложил бабосы плена приносить поместье не будет чем весело блин так чё у нас тут дополнительные задания давайте выполним так ведьмак пришел к выводу что соответствует перетислены три кто-то кто-то искал помощи рыцарей или сильные руки так 37 левел так гераль все таки решил выяснить что могло понадобиться чиновнику давайте народ это выполним посмотрим что-то где у нас карта куда нам идти заодно возьмем еще 10 так плотва если муж какой не пьет его баба дома бьет бьет смотри как у тебя красивенько стал так поехали пятьсот шестьсот миль или шестьсот шагов блин а как тут ехать я ну ёпты так вроде правильно едем да чё нам замок что-ли прям далековато конечно чё там криктишь а чё что ли я не могу голубь у капец так стоп а мы где а вот мы нашли с вами ворот ну отлично пошла не думаешь что тебе все можно Ну-ка цыц, не всё можно. Мда. Ты славный Геральт из Ривии? Я прав? Да, ты прав. Так. Мне надо... Не туда еду. Ты мне мозги не пудри, ведьмак. Я-то вижу, как это забиет. Ррррррр. Сударь, сударь, вам письмо. Мне? От кого? А вот этого не знаю. Я только доставить. Интересно. Что за любовница пишет? На монетку. Держи. И спасибо. Так это вам спасибо, уважаемый. Всегда к вашим услугам. Любимый Геральт. Надеюсь, что у тебя всё в порядке. Ты сейчас, наверное, выслеживаешь чудовище или снимаешь какое-нибудь проклятие. О, Геральт, как я хотела бы знать подробности. Чем бы ты ни занимался, может, с перерыва займёшься ещё одним делом. В старом манускрипте, купленном у одного назаирского купца, я нашла нечто очень интересное. По словам автора, в Баквере жил и работал некий профессор Моро, который исследовал ведьмачьи мутации. Подробностей не знаю, но, думаю, уже одно это тебя заинтересует. Дневники Моро были похоронены вместе с ним, а они могли бы вывести тебя на его лабораторию. Прилагаю карту, которую нашла в том же манускрипте. Она не в лучшем виде, но, надеюсь, она тебе поможет. Пожалуйста, береги себя. Возвращайся поскорее. Твоя Трис. Профессор изучал ведьмачьи мутации. Дело и правда интересное. А почему бы тебе ко мне не приехать, Трис? На самом деле, тут уже это как бы только есть. У меня тебе дублета. Ни в одном не пойду. О. Не понял. Карты появились какие-то. Что за фигня, значит, нам. Так, задание. Перемена. Найти могилу... Да я не хочу, подожди. Дополнительное задание. Перемена. Найти могилу Моро на городском кладбище. Сходить на кладбище Моро-Аши. Рыцарь на Йонг. Давайте все это выполним, посмотрим. А, как раз рядом, смотрите. Ничего нету, мать твою. Опять переплатил. Здравствуйте, славный герой. Меня зовут Рафаэль де Сюрман. Я камерленьо княгиня. Я Деральд. Что ты здесь делаешь? Плачу странствующим рыцарям. За что? Наши рыцари ездят по большакам, охраняя Тусэнта от разбойников и чудовищ. А потому разумно и справедливо, чтобы за труды свои они получали достойную плату. И если вам, сударь, удастся разбить какую-нибудь ганзу, спасти рыцаря, или же освободить какого купца из рук головореза, возвращайтесь ко мне и получите заслуженную награду. Мне вот интересно, откуда берутся деньги на эти выплаты? Из княжеской казны, разумеется. Ее милость, княгиня Анна Генриетта, очень ценит отвагу и самоотверженность. Это она постановила, что каждый рыцарь может получить плату... Ах, прошу прощения, получить финансовую компенсацию за поддержание спокойствия в границах княжества. Окей. Я бы взглянул на книги. Так, что ты продаешь, интересно? Чертеж малорунный камень. Ааа, давай. Давай. Давайте все чертежи купим. Пофигу. Так, а это нафиг не надо. И... Опа, тебе я ничего не могу продать. Офигенно. Ладно, сейчас бабки получим, блин. Пофига. Ладно, увидимся. Удачи тебе, рыцарь. 143, 12 в памяти. Так, выполнь заказы камерлию. А где у меня заказы эти? Выполнить заказы камерлию. Давай. Мне бабки все равно нужны. Вот холера. Что? Здравствуй. Камерлию. Ладно, увидимся. Удачи тебе, рыцарь. Ничего нету, мать твою. А где заказы-то взять? Непонятно. Так, ведьмачьи заказы. Вот и за сокровищами. Не надо мне. Пипец. Какой-то. Так, песнь рыцарского сердца. Навестить Гильома в лазарете. Пойдемте. Навестим. А че закрыто-то? Так, далеко мне интересно, давай, лазарета. У-у-у-у-у-у-у-у. Давайте сходим сначала, еще возьмем задание. Так, стоп, стоп, стоп. Ага, вот. возможно стоит на него взглянуть так сначала мы выполним эти задания развязали уже так не теперь тяжко на службе с пустым брюхом сюда кажется ведьма нам надо срочно поговорить дело очень важное ну давай как твоя рана заживает но пока нужно держаться от неприятностей подальше правду сказать по этому поводу я и хотел с тобой поговорить предлагаешь ввязаться в неприятности от твоего имени возможно и так видишь ли есть одна девушка собственно дама мне кажется кто-то наложил на нее злые чары или проклятие чего ты взял что речь идет о проклятии сохрани пожалуйста в тайне все что я расскажу я бы не был так откровенен но я очень за нее беспокоюсь вивиэнна избегает людей прекраснейшая из дев она держит мужчин на расстоянии поэтому я и решил прибегнуть хитрости разве хитрость достойна рыцаря на войне да а что есть любовь если не война так что однажды вечером я притаился у дома ее шви а когда вивиэнна выходила я наткнулся на нее будто бы случайно и любезно но настойчиво предложил проводить ее до дому она позволила и сперва все шло хорошо она согласилась возвращаться более долгим но живописным путем и в конце даже начала отвечать на мои попытки завязать разговор как вдруг как вдруг с ее уст сорвался на и страннейший писк я застыл как вкопанный а она густо покраснела и бросилась на утек в тот раз я не стал ее преследовать но я пробовал вновь к ней приблизиться желая узнать что происходит я боялся что она угодила в какие-то неприятности и я заметил что ночью она часто уходит в лес и гуляет на поляне недалеко от зеркального пруда иногда я пытался идти за ней но каждый раз терял ее из виду она словно растворялась в воздухе ты заметил нее еще какие-нибудь странности нет вивиена с тех пор меня избегает только люди говорят что говорят что она скрытная что ее никто не видел после захода солнца что она умеет внезапно исчезать не вижу в этом ничего необычного расскажи побольше о вивиене кто она такая она фрейлина при дворе ее милости анны генриетты ее мать тоже была фрейлиной а отец рыцарем только это мне и удалось узнать княги не злится когда я о ней расспрашиваю вивиена все время проводят в стенах дворца но нам повезло ее нарекли покровительницей турнира этого года и каждый участник сможет получить у нее аудиенцию только вот я в турнире не участвую я уже все обдумал ты займешь мое место и у тебя будет шанс с ней поговорить я так мечтал выиграть на этом турнире но ради вивиены я готов пожертвовать чем угодно ну-ка задание необычное не каждый день я участвую в турнирах чтобы выполнить заказ так что и возьму я немало я не слишком богат но хотел бы вознаградить тебя по справедливости сколько ты потребуешь так а как узнать пятьсот давай шестьсот что ли ну согласен столько я собрать сумею Жесть. Можем начать со стрельбы. Пойдем со мной. В состязаниях стрелков ты соревнуешься с другим участником на очки и на время. Побеждает тот, кто первым поразит все свои цели. Надеюсь, я целюсь не хуже того Купидона, что подстрелил тебя. Не понимаю, о чем ты. Бей в красное! Ну? Еще раз? Зачем? Хватит с меня стрельбы. Куда теперь? Если хочешь знать мое мнение, я бы на твоем месте прежде всего занялся верховой ездой. Хватит тренировок. Хватит тренировок. Самое время заняться твоей Вивиеной. Она не моя. Пока. Теперь иди в шатер, где записывают участников. Слава славы, но и бумаги должны быть в порядке. Так, идите в шатер. Хватит тренировок. Мда. Что-то тут, блин, задание, по-моему, одно задание на одну серию. Что-то они какие-то продолжительные такие. За скандал накажут плеткой. Есть закон про это четкий. Тихо, нафиг. Приветствую. Хочу заявиться на турнир. Разумеется. Сперва уладим формальности. По просьбе Гильома я исследовал историю твоего рода с точки зрения Геральдики. И какой ты получил результат? Ты можешь выступить на турнире, как Геральт из Ривии. Вот так сюрприз. Либо как Равикс из Черторога, иначе Четыруглом называемого. Не часто мы встречаем участника с двумя гербами. Какой ты выберешь? Я Геральт из Ривии. Меня зовут Геральт. Я не стану выступать под псевдонимом. Теперь можешь взять щит со своим гербом. Я ведьмак. Ведьмаки никогда не дерутся со щитом. Разве я предлагал использовать его в бою? Щит — знак участника турнира. Можешь просто взять его на память. М-м-м. В таком случае, спасибо. Кто-нибудь уже описал тебе турнирные испытания, награды и торжественную присягу? Если нет, позволь, я все расскажу. Гильом упоминал о состязаниях. Ну, я хотел бы разобраться с ними получше. Какая похвальная тяга к знаниям. Есть три вида испытаний. Стрельба, где ты состязаешься с противником. Затем верховая езда на время. Точные выстрелы в щиты и удары по манекенам дадут тебе дополнительное время по завершении маршрута. В конце тебя ждет командный бой на арене, а в финале — поединок с победителем прошлого года. По окончании каждого вида состязаний результаты будут появляться на доске у моего шатра. Так всегда можно будет проверить, кто впереди. Че за иероглифы? Удобно. Не скрой, меня очень интересует вопрос награды. Победитель каждого состязания получает трофей. Победитель всех соревнований выйдет на бой с победителем прошлого года за славу и высшую награду турнира. Тот, кто одолеет прошлогоднего чемпиона, получит главную награду — меч, который выкует специально для победителя сам Корнелий из Осенгарда, знаменитый мастер-оружейник. Ее сиятельство выписало его из далекого Назаира. Ты что-то говорил о присяге? Согласно нашим обычаям, рыцарь выбирает себе присягу, которую он будет связан на все время турнира. Он клянется чем-то, что составляет для него особую добродетель. Мне кажется, о рыцарских турнирах я уже знаю все, что мне было нужно. Великолепно. Чем в таком случае ты хотел бы торжественно поклясться? Твоей жизнью. Ой, цапли. Че-то. Ну-ка. Я не хочу приносить клятв. Обычай допускают и такую возможность. Да помогут тебе боги в твоем выборе. Прошу, подпиши вот здесь и заполни эти документы. С моей стороны это все. Заменив на турнире Гильома, ты получаешь турнирные доспехи. Да, блеск. На время турнира ты также получишь шатер. Он находится рядом с ареной. Желаю успеха. Да, клоун. Капец. А почему я желтенький вообще-то хотел? Сказали на выбор, а сами дали. Ну что ж, дорогие друзья, давайте закончим на этом. Продолжим в следующей серии. Всем большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok